Вот в связи с последними заморозками, что ночью стало холодно, вот они все, пожалуйста, конечно, немножко попередохли. Но на самом деле там кишмяки. Уже несколько лет подряд жители дома на Пролетарской не знают покоя. Их круглый год атакуют комары, размножаются кровососущие в подвале, затем летят в квартиры греться. Здесь вот идет пар, потому что там прорыв, труп. Их надо ремонтировать. Капитального ремонта подвала, видимо, не было с 1963 года, с года постройки. И получается, что сейчас комары плодятся там просто не на жизнь, а на смерть. С первого по пятый этаж людей съедают просто комары и насекомые, особенно на первом этаже. Под ударом первый этаж без фумигаторов. В ноябре месяце людям не выжить. Посмотрите, как мы существуем в ноябре месяце. Спасаемся от комаров вот этими приспособлениями. Это у нас находится в каждой комнате. Как вечер, так включаем. Иначе нас съедят с потрохами. Чтобы скрыть неблагоприятную картину, уверены жильцы. Обслуживающая дом, управляющая компания «Центральная» повесила на подвал новый замок. Мы сейчас туда никак не можем попасть. Естественно, в подвале сейчас стоит вода. Если открыть, там где-то будет по поясу. Пока вот, наверное, на улице холодно, сейчас нет. До этого вот такие плямбы, ни фумигаторы, ничего не помогает. Это ужас. У нас съедают. У нас кошка вот с такими глазами, потому что кошку кусают. Помимо комаров и неприятного запаха, еще и регулярные потопы. После каждого дождя и таяния снега придомовая территория превращается в Венецию. Мусорка. Это сейчас немножечко спала вода. Обычно она стоит посреди гигантской лужи. К ней не подойти, так и к дому. Жильцы злополучного дома неоднократно обращались в администрацию Роспотребнадзора и в свою управляющую компанию. Последние пояснили, что не ремонтируют трубы из-за отсутствия средств. Нам же назвали другую причину. Они не сказали, почему там подвальное помещение постоянно затапливается. Потому что они тряпки кидают в канализацию, всякую хрень. Мы уже там замучились с ними бороться. Тем не менее, заверяют специалисты УК, они неоднократно травили насекомых, да и трубы по мере необходимости ремонтировали. Но это, по сути, бесполезно, говорят в управляющей компании. Дом построен на болоте и потапливать его будет всегда. За капитальный ремонт почти 800 рублей берут. А у нас должны быть дубовые какие-то паркет, наверное, в подъезде. А у нас комары съедают и вонь жутко из-за этого подвала. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.